Хайрлифте! С добрым утром, уважаемые телезрители! Как всегда, по средам и пятницам в это время вас приветствует муниципальное телевидение города Янаула. Сегодня пятница, 11 ноября. Послушайте, пожалуйста, новости города и района. По всей видимости, наступающая зима будет морозной. Подтверждением тому неожиданная хлада в последние дни первой декады ноября. Так что успех зимовки скота во многом будет зависеть и от прочного запаса грубых кормов. Из-за отсутствия солярки и дизельного топлива транспортировка соломы в хозяйствах района несколько задерживается. Колхозы и совхозы задолжали нефтебазе с августа месяца 1 миллиард 140 миллионов рублей. В свою очередь, Инаульский элеватор должен хозяйством 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Палка, что называется, о двух концах. С расплаты хлебоприемного предприятия хозяйства расплатятся с нефтебазой. Пока же наиболее активно транспортировка соломы идет в колхозах «Победа», имени Мичурина, имени Куйбышева, имени Чапаева, Искра. Наиболее активно эта работа ведется в колхозе «Победа». На подтягивания соломы заняты Емали Диновы, Сергей, Борис и Денис, Ганиулин Виктор, Гарипов Василий, Багауддинов, Разик. Эта работа ведется здесь очень активно. За день делается 12-14 рейсов. Между тем, расстояние от полей колхоза до фермы составляет 5-6 километров. И, несмотря на все трудности, победенцы, как всегда, первые. А ведь вообще известно, что конечный результат любого дела зависит от людей, от их труда, от того, как они болеют за общее дело. А люди в «Победе» все, как на подбор, трудолюбивые. Всегда славилась Можгинская ферма, коллектив доярок и животноводов фермы. Они отличаются большой ответственностью и добросовестностью. За летние месяцы, можно сказать, животноводческие помещения полностью подготовлены к зиме. Они утеплены и заделаны. Вскоре на вечернюю дойку собрались и доярки. Кстати говоря, здесь все рабочие места укомплектованы. Есть 8 постоянных, 2 сменных доярки. Все женщины работают подолгу. Здесь нет таких, кто работал бы менее 10 лет. А такие, как заведующие фермы Ахметова Минифапа, Баширова Павлина, Хазипова Салема, работают здесь по 25, а то и по 30 лет. Многие работы приходится делать вручную. Недавно сломался транспортер, что стало серьезной помехой. Иногда не бывает электричества, тогда коров дуют вручную. Впрочем, это не только ведь в Можге. Хотя здесь они отличаются от всех остальных особой старательностью. Например, они не чистят коров, как это делается в других местах, а моют их с мылом. Вот они здесь, доярки. Возле Ахметова Люся, Хазипова Салема, Сунагатова Альфера, Суфиатова Лена, Арминшина, Закия, Гарайшина Люда, Минигулова Зина, Хабибулевна Танзеля, Камаева Насима, Ассиминатор Садья Ахметов Галенур. Неплохо поставлена служба ветеринара и ассиминатора. Можно сказать, совсем нет падежа животных. Тепло отозвалась заведующая фермой Ахметова Минифапа о всех четырех скотниках Хазипове Рамиле, Суфиатове Валерии, Михайлове Сергееве и Хазипове Шехаттаре. Кстати говоря, на днях у двух доярок Можгинской фермы юбилеи. Заведующая ферма Ахметова Минифапа исполняется 70, а Башировой Павлине 50 лет. Минифапа и не помнит, сколько ей лет было, когда она пришла на ферму, а было это в 41-м году. Пришлось ей работать тогда на разных участках животноводства. Трудится и по сей день, хотя давно на пенсии. А Павлине Жабаширове, она передавая дояр колхоза, исполняется 50 лет. Мы от души поздравляем их с юбилеями, желаем им здоровья, счастья и благополучия. Теперь для них прозвучит песня. Павлине Жабаширове, она передавая дояр колхоза. Павлине Жабаширове, она передавая дояр колхоза. Павлине Жабаширове, она передавая дояр колхоза. Павлине Жабаширова, она передавая дояр колхоза. Ота-бабалары біз тарафыннан иқтирам етілген, Оларның жерларында донланған, Харша күнлебіз түріндә ерген, Шексиз ватаны біз мұн, Кешкене бір кесегі болған бұ жер, Тұрмышы біз пристыне ол. Береде біз дүниега бірінші тапкор ауаз солабыз, Береде ашанырға хэм, йоратырға еренә біз. Өзі бізден сын башланған үшлеріне дәуам еттір ішін, Оллар хэм, қызлар қолдырабыз. Міне әфөзі Бариковичта туған яған үзіліп яратқан, Она бар болмышын, бар язмышын бағышлаған кешілерінің бір сұл. Қызғанышқа қоршы, онды кешілер дүниеда бек серек шоу. Тамырлары білән жерге, біріккен шошы мәхәпет имендей, Фөзі өбейді дан үзіліп, ұрға күтәрілімдеп шетке шығып кетмеген. Өтуған яғында, туған ауылында, өзі туған негізіндә ешеп, қолқына ормай, толмай қызмет еткен. Ешіс Мершағындау қамбайнер болып, үшлей бошлаған, ғаміне егір мәжиді елінді бәшевик алқозында жетекшісі болып, үшлей. Қолы қызметіне қорап, құрмәтті деп, юқағына әйтмей. Әлі көптен түгіл Фөзі Абай ауыл құжалығы үкесінде қызметтәрі үшін, президент ұқазы білән, от қазанған ауыл құжалы қызметкәрі деген пашотулы ісімге лайық бұлды. Құрсы барек үш, міне туған яққа мұхаппет, жерге мұхаппет, о, сізді кімден келеміген? Қанды нүшің әйтәсіңді? Рас, шушы ауылда туғаш, шушы ұрында туғаш, өзінің басылың, ауылың, жерің, барысы да тұртайындалар, Әміне менің өзімнің әтей, яңей, олар қристиянлар бетінде, яңей, менің қошқа қауылыңын келген, әтей шушы ұрындықа, біріншілер болып, олар қалқызға келгенлер, Әлік әйірім құжалық вақытларында да олар мәл тұтып, еген егеп, Әтейміне өзімнің әратының әтей, Әміне әне нашылында, әadasында ісьют үшалуыңының, иәдің құрғғында осыға кетбі өқұрылды, Әміне қтесі қорғашында мәлі әсімнің әрөқтөен не, ордены жағында құрылды б�� әлің әліп әрді өзімнің әтей, Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ряд льгот для участников Великой Отечественной войны. Выделение из местного бюджета 20 миллионов рублей на бесплатную подписку инвалидам и участникам Великой Отечественной войны вдовом погибших является одной из таких льгот. Сделаны разнарядки по сельским советам. На сегодняшний день многие уже закончили подписку. В основном выписывают такие газеты, как «Казалтан», «Известия Башкирии», «Эмек», «Советская Башкирия». 13 ноября отмечается Всероссийским одноименным обществом как «День слепых». Фондам «Милосердие» выделены около миллиона рублей денег на подписку на республиканские газеты и журналы и специальный журнал «Для слепых. Наша жизнь». В последние дни подписная кампания на газеты и журналы в городе и районе идет неплохо. Недавно в районе побывали журналисты и редакторы газеты «Казалтан» Марат Мулакаев. Они выразили надежду, что труженики нашего района не останутся без республиканских газет и что в городе и районе подписная кампания пройдет успешно. Знакомые наши, попавшие в информационную блокаду не от хорошей жизни, в один голос ствердят, а все-таки без газет нельзя. Да, действительно, газета нередко остается единственным другом и советчиком. Герои наших республиканских газет, известия Башкортостана, Казалтан, районные газеты и наульские зори – это прежде всего люди дела. Будь то крестьянин или рабочий, учитель или врач, ученый или артист, не стремясь к излишней политизации, они показывают, что политика делается не только в высоких кабинетах, но и на колхозном или фермерском поле, на стройплощадке, в учебной аудитории, в новых предпринимательских структурах. Дорогие телезрители, подписаться на республиканские газеты и журналы никогда не поздно, но лучше, если вы сделаете это сегодня, и вы будете вместе целый год. Напоминаем, сегодня заканчивается подписка на газеты и журналы центральных изданий. В течение дня вы еще имеете возможность оформить подписку. Спешите! Уважаемые телезрители, на этом мы своей передачей заканчиваем. Желаем вам всего самого доброго, Сауловас!